Теперь давайте рассмотрим уже динамику вращательного движения. Пускай у нас имеется абсолютно твердое тело. И для этого твердого тела мы рассмотрим некоторую точку, или даже лучше, некоторую ось, относительно которой это тело совершает вращение. На этом теле выделим маленький кусочек массы dm. На этот кусочек массы будет действовать сила f. И расстояние до оси у нас будет l, а здесь будет какой-то угол альфа. Угол альфа. Сейчас, прошу прощения, не очень хорошо нарисовал. Не очень хорошо нарисовал. Здесь ось O, здесь масса dm. Можно ввести величину момента силы, который определим как произведение силы на плечо. Плечо обозначим буквой h. Плечо силы это кратчайшее расстояние от оси вращения до линии действия силы. f на h. Ну вот из этого треугольника, если здесь угол альфа, то здесь тоже угол альфа. Здесь 90 градусов, здесь расстояние какое-то l. Можно написать, что h равно l на синус угла альфа. Тогда момент силы равен l синус альфа умножить на f. Ну а в векторной форме, естественно, ввести вектор момента силы. Поскольку сила заставляет вращаться тело, так же, как для других вращательных величин, мы вводили углы векторные, угловые скорости. Точно так же и здесь можно ввести выражение для момента силы. m-вектор, определить его как произведение вектора l на f. l на f. Где l? Это вектор, направленный от оси к данному кусочку массы dm. Далее можно просуммировать все такие силы, действующие на все материальные точки этого тела. И написать, что это выражение m и t равно l и t векторного умножить на f и t. Просуммировать сумма m и t равно сумма l и t векторного умножить на f и t. Сумма берется по всем и. Такая величина носит название суммарного момента. m суммарное. И он равен сумме моментов всех сил, действующих на данное тело. К чему приведет такой суммарный момент? Мы можем расписать силу по второму закону Ньютона. f равно d, p по dt. Тогда m равно сумма по всем и. l и t векторного умножить на f и t, или же сумма по всем и. l и t векторного умножить на d, p и t по dt. Импульс расписываем. Сумма l и t векторного умножить на d по dt от m и t в и t. Сумма берется по всем и. Теперь массу можно m и t вынести. А даже не обязательно. Можно занести, считая l и t постоянным. Да, лучше так сделаем. Считая l и t постоянным, независимым от времени. Для каждого элемента m и t мы можем l и t занести под знак производной. И переписать это таким образом. Как d по dt от суммы l и t векторного умножить на p. и t и t. Вот так. Сумма берется по всем и. Величину произведения l и t на p и t обозначим буквой l. l большой и t равно l и t векторным на p и t. Такую величину мы будем называть моментом импульса. Это момент импульса. Сумму этих величин, сумму, назовем буквой l большое, уже без индекса, равна сумма l и t, то есть моменты импульса суммируются и складываются, будет сумма l и t, то есть моменты импульса суммы. Ну и что мы в итоге получили? Что момент силы равен dL по dt. dL по dt. Полученное выражение можно сравнить с выражением второго закона Ньютона. Смотрите, здесь было f равно dP по dt, а здесь m равно dL по dt. Здесь была сила, стал момент силы. Здесь был импульс, стал момент импульса. То есть с точки зрения записи, уравнения при вращательном движении, условно можно сказать так, что добавляется только слово момент. И как только мы добавили слово момент, момент силы или момент импульса, мы сразу же получили уравнение для вращательного движения, для динамики вращательного движения. Ну, теперь раскроем это уравнение. Давайте вновь вынесем массу. Запишем уравнение для какого-то индекса i. и тогда m и t равно l и t. Сейчас. Давайте перепишем. Сначала l и t вектор на умножительность на m и t, d, v, i по dt. Скорость в и t можно представить как омега на радиус. И дальше, в следующие шаги, я уже не буду писать векторное произведение, а буду писать в скалярной форме, для того, чтобы мне немножко упростить запись, избавиться от векторов. Запишу это здесь. Так, где бы это не делать? Нам уже сейчас не нужно. m равно m маленькая, l, d, v, o, dt. Я сейчас буду индекс e опускать и избавлюсь от векторов. То есть не буду писать векторное произведение, буду писать скалярную величину, то есть по модулю. Вместо v, i напишу вот это. И здесь, поскольку тело абсолютно твердое, поворот всех частей тела происходит за одно и то же время. Можно ввести период, который связан с вращением всего этого тела как единого целого. Этот период будет один для всех материальных точек, входящих в это тело. Соответственно, угловую скорость не нужно писать индекс e, поскольку все точки вращаются вместе. Тело является абсолютно твердым. И значит, v равно омега на радиус, а в качестве радиуса у нас выступает наша l. Наша величина l. Мы можем написать, что это равно m, l, d по dt от омега на l и получим, что это равно m, l квадрат d омега по dt. Но d омега по dt это угловое ускорение. И получим отсюда, что m равно m, l квадрат умножить на бета. Где бета, то угловое ускорение. Я здесь благополучно опускал индекс e. Снова я к нему вернусь. Поставлю здесь e. Угловое ускорение оно общее. Кстати, можно здесь тоже вернуть этот индекс. Хоть это и займет некоторый небольшой промежуток времени. Итак, мы получили, что для материальной точки, какой-то материальной точки, и той, справедливо такое соотношение. Величина, которая вот здесь записана, это момент инерции и той материальной точки. То есть момент инерции и для материальной точки определяется как произведение массы на квадрат расстояния на квадрат расстояния этой массы до оси вращения. И, и t. Если у нас не одна материальная точка, а сплошное тело, или, скажем так, сначала много материальных точек, то мы можем просуммировать вот это выражение и написать, что сумма m и t, да, давайте без векторов сейчас писать, сумма m и t равна сумме m и t, l и t в квадрате умножить на угловое ускорение. Слева у нас полный момент силы. Справа момент инерции уже сплошного тела умножить на угловое ускорение. Здесь заметим, что момент инерции, который мы ввели, зависит от выбора оси, поскольку расстояние l до точек тела определяется тем, относительно какой оси происходит вращение. Если мы меняем положение оси, момент инерции будет различным. И поэтому принято в качестве индексового момента инерции писать индекс оси, обозначение оси, относительно которого происходит вращение. То есть обозначать момент инерции, например, относительно оси O. Итак, момент инерции i равен сумме m и t, l и t в квадрате, где l – это расстояние до оси. Ну и последний шаг – перейти к сплошному телу. Давайте вернемся к нашему элементу dm. Если тело сплошное, то dm – это бесконечно малый кусочек тела. И вместо m и t мы должны писать dm. А сумма, которая здесь стоит, будет переходить в интеграл по этому элементу dm. Значит, момент инерции для сплошного тела равен интегралу от l квадрат dm. Интеграл берется по всей масти m. Вот такое соотношение для момента инерции. Итак, мы получили в векторной форме m равно dL по dT, где l – это момент импульса. m равно i на β. Можно эту же формулу записать в векторной форме, если у нас ось фиксирована. То есть m вектор равен iO на β. и два выражения для момента инерции. Нахождение момента инерции для различных тел – достаточно сложная задача. По крайней мере, если тело сплошное, оно требует умения интегрировать. То есть требует интегрирования. Но в ряде случаев без интегрирования можно обойтись. Для того, чтобы находить момент инерции, давайте попробуем установить некоторые взаимосвязи, которые будут описывать этот момент. То есть установить теорему, которым он будет подчиняться. Итак, рассмотрим несколько случаев.